Совместное инвестирование, созидание и существование. Таков девиз, открывшегося на этой неделе в Израиле международного саммита «Тем, кому до 30» под эгидой журнала Forbes. Более 600 участников со всего мира собрались на Ближний Востоке с целью доказать, что будущее планеты в руках молодежи. Все они молодые, перспективные предприниматели, которых журнал внес в список с наибольшим потенциалом и возможностями добиться успеха. В форуме приняли участие многие израильские политики, а с приветствием в первый день выступил экс-президент Израиля Шумон Перес. На протяжении четырех дней саммит проходил в Тель-Авиве, Русалиме и Палестинской Рамале. По мнению организатора форума, инновации способны не только принести прибыль инвесторам, но и, возможно, добиться мира. То, чего пока не удалось сделать политикам. Мы видим, что у политиков, к сожалению, пока ничего не получается. Возможно, нам удастся создать правильную среду и наладить общение между предпринимателями, и на базе этого можно будет начинать строить диалог, который приведет к достижению мира между народами. Еще никогда в истории человечества не было такого периода, когда у молодого поколения было бы столько преимуществ, как сегодня. Молодые люди не хотят работать на чужого дядю, они хотят делать что-то свое. Их одолевает страсть, и они полны стремления осуществить свои замыслы. А вот что точно не грозит, пока участникам форума журнала Forbes, это оказаться в так называемом панамском списке. В начале недели публикация документов адвокатской конторы Массак Фонсека многих в мире заставила понервничать. Среди тех, кто владеет офшорными компаниями в Панаме, оказались и многие граждане Израиля. Чем это грозит и насколько такой шаг считается нарушением закона, мы говорим с аудитором, финансистом Владимиром Беликом. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Евгений. Начнем с того, что это нарушение закона иметь офшорную компанию где-нибудь на Кипре, в Панаме или нет? Нет, по израильскому законодательству владеть офшорной компанией это абсолютно законно. Но потому как налоговое управление на этом теряет огромные суммы, оно, естественно, это не приветствует. То есть израильский гражданин должен сообщить о том, что у него есть компания на Багамских островах? Я отмечу просто, что до 2003 года налогообложение в Израиле было территориальным. В 2003 году оно персонально. То есть налоговый резидент Израиля обязан отчитываться о своих доходах по всему миру. Ага. Хорошо. Представим ситуацию, при которой я, как израильский гражданин, не сообщил налоговую службу. И вдруг налоговая служба, как все граждане, наверное, не только Израиля, но и других стран, слышит об этой утечке, о самой крупной утечке в истории мировой журналистики. И что, получается, я теперь должен ждать звонка, когда мне позвонят и скажут, парень, давай приходи, рассказывай про все свои офшоры? Во-первых, у вас есть несколько вариантов. В последние годы налогообложение Израиля проводит акцию, которая позволяет вам прийти и добровольно отчитаться о тех компаниях и имуществах, которые у вас есть с границей. Более того, на первом этапе вы можете обратиться даже на анонимные основы и проверить, сколько вам это будет реально стоить. То есть добровольно принудительно или все-таки добровольно? Вам, иначе вам, в худшем случае, вам грозит уголовное преследование. Хорошо. Вот в списке оказались известные адвокаты, которые очень известные в стране. Я не хочу называть конкретно имена, но они довольно известны. Компании крупных миллиардеров, которые ведут бизнес, которые держат в том числе и пенсионные деньги израильтян. Как они живут после оглашения этого списка? Абсолютно нормально или все-таки волнуются? Я думаю, что они живут абсолютно нормально, потому что, среди всего прочего, налогоуправление Израиля проверяет, где реально действует эта компания. То есть недостаточно зарегистрировать компанию, скажем, на Кипре или в Панаме. Вы должны доказать, что она не является израильской. И в этом смысле проверяют, где проводится совет директоров, где проводится общее собрание акционеров, где заключаются основные сделки, где ведется бухгалтерия. На основании всех этих аспектов налоговое управление приходит к выводу, данная компания является резидентом Израиля или не резидентом Израиля. Хорошо. Владимир, а почему вообще рождается идея открыть офшорную компанию, например, для гражданина Израиля? Неужели израильское налоговое законодательство такое жестокое? И мы знаем, что в Израиле высокие налоги, но есть страны, где налоги гораздо выше. Во-первых, в Израиле очень высокие налоги. Во-вторых, открыть офшорную компанию, это относительно дешево, 5-7 тысяч долларов это стоит. А вы платите очень низкие налоги, если вообще вы платите налоги. Это дискретно. Я гражданин неважно какой страны. У меня есть офшорная компания на Багамских островах. Я сообщил о том, что эта компания заработала столько-то денег. Я получил такую-то и такую-то прибыль. Я, как гражданин конкретной страны, должен заплатить налог с этой прибыли, о которой я декларирую. Даже если это прибыль от офшорной компании. Офшорная компания, которая не является резидентом Израиля, вы не платите с этой прибыли налогов. В случае, если вы захотите забрать эти деньги из компании, вы должны будете заплатить определенный налог, налог на дивиденд. Но, опять же, есть очень много вариантов. Последнее. Публикация этого отчета уже привела к отставке премьер-министра Исландии. В Израиле действующих политиков в этом списке не оказалось. Это говорит о хорошей финансовой системе или о том, что политики все-таки скрывают какие-то свои компании? Я думаю, что те громкие процессы, которые были за последние 20 лет, и Ольмерт, и Дерри, и Иршин, и так далее, все-таки чему-то научили израильских политиков, и сегодня они ведут себя более осторожно. Владимир Белик, аудитор, финансист. Большое спасибо. Спасибо вам.